НИХАО! ВО СИБАО! Они мне будут пить чаем! Да, и меня бы это очень удивило. Но времена меняются, и на мой взгляд, они меняются к лучшему. И вот здесь, в глубине улицы Палеха, которую я периодически пролетаю, когда еду с Ленинградки в мою любимую гостиницу на велике, находится вот такой чайный уголок. Ребята, во-первых, представьтесь. Меня зовут Леонид. Я руководитель проекта «Чайная каста». Это мой друг Илья, мой партнер. И танцор! И танцор! Ну да. Ну, вопрос, конечно, такой, совершенно неожиданный. Для начала, как вообще пришла идея заниматься чаем, тем более в такой абсолютно неформальной атмосфере? Ну, идея пришла Илье, он у нас фаерстатер. Да, да, так сложилось, да, что чаем, просто чаем увлекались, чай пили постоянно. Ну, и тем более, что раз о рэпе речь зашла, то в нем это хорошо муссируется, вся эта история про чай, пуэрчик покрепче там и так далее. Ну, и где-то лет, может, 12 назад мы его начали употреблять. И решили, да, давайте-ка мы, наверное, что ли, откроем свое заведение. Вот, без вот этих вот бусов, зулусов, журавлей там и прочей всей вот чхао-хао вот этой ситуации. Как вы строили вообще стратегию продвижения? Ну, то есть, как вы планировали это доносить на вашу... Вообще, нет, начнем вообще с другого. Кто целевая аудитория ваша? Наша целевая аудитория в основном, как мне кажется, это люди, которые не сильно в чайной теме, которые только с этим чаем знакомятся, либо те, кто посещают рэп-мероприятия или вообще какие-то концерты. То есть, в основном, это аудитория наших друзей-артистов, ну, и просто людей, которым хочется попробовать что-то хорошее, вкусный чай, перестать пить там пакетированный чай, увлечься чем-то посерьезнее. А как вы ее привлекаете в свои замечательные заведения? Ну, сегодня-то инструментов уже масса есть, всяких разных. Мы, конечно, стараемся все из них использовать, но в основном это, вот я говорю, через участие в наших проектах, вот наших друзей-артистов различных. Не только из хип-хоп-сегментов, всяких вообще абсолютно разных спортсменов, еще кого-то, оказывается, там спортивные круги, боевые, еще какие-то, они все тоже очень непрочи хорошим чаем взбодриться. Ну, а вот если, ну, какой-то конкретный пример, то есть происходит какое-то мероприятие, в каком виде вы там присутствуете, то есть как, вы там, не знаю, прям там чаи разливаете, или вы там листовки раздаете, или вы рассылку делаете, или у вас там баннер висит. Мы просто пьем чай и своим примером заражаем, как бы, снимаем видосы, фотки выкладываем. Это, наверное, лучше всего доработать. Конечно, конечно. А вот какой должен быть к вам приток аудитории, чтобы ваша идея, она, ну, оправдывала себя финансово, ведь это же все там аренда, покупка чаев и все с такой и прочее. Ну, это вопрос, который мы каждый день почти друг другу задаем, потому что мы очень-очень тонко балансируем на грани между качеством и вот этим всем остальным. Мы выбираем качество. Мы могли бы удешевить продукт, вложиться там больше в рекламу и так далее и начать это рассматривать как прям только для зарабатывания средств вещь. Но мы не можем так относиться. Мы можем долго-долго копаться, плеваться, мы там прекратить пить. Вот эти пробники, давай просто прекратим этот мешок весь выкинем и все-таки нормальный будем дальше продавать чай. Поэтому экономическая модель здесь такая, она от совести человека зависит на самом деле. Да, доверие наших людей, те, кто в касте, это наш, наверное, самый такой сильный ресурс. Поэтому если мы начнем какую-то ерунду продавать там ради заработка, то мы его потеряем и, ну, по-другому бизнес придется выстраивать, а нам это неинтересно. Нам интересно продавать тот чай, который нам самим нравится пить. Вот прозвучало слово каста. Что это за каста? Ну, это часть нашего названия «Чайная каста». Изначально, ну, я думаю, лучше Илья пояснит, как это название образовывалось. Да, на самом деле совсем несложно. Ну, то есть «Чайная каста» — это каста людей, которые вот приверженцы чайного вот этого движа. Я проведу такую очень сложную логическую параллель. Имеет ли это отношение к касте из области рэпа? Кто-то из группы каста, по-моему, Хамиль у нас был, говорил, что надо вам, да, предъявить за название. Нет, это не имеет никакого отношения. Так получилось. Мы переводили, там есть такая история с семействами, с чайными подгруппами. И вот в древнем совсем, в каком-то там, то ли в индийском чайном сообществе была история поделения на чайные расы. Но если бы мы назвали «Чайная раса», а в тот момент я еще был диджеем 25-17, у которых и так не все там гладко, там постоянно вменяют какие-то инсинуации там, что вот вы там фашисты и так далее. Если бы мы назвали «Чайная раса», было бы, наверное, вообще очень тяжело двигаться. И мы решили остановиться на том, что там синоним есть еще каста. Вот как «Чайные касты» подгруппы чаев, так назывались. Ну и мы подумали, что и как и сообщество, «Чайная каста». Прозвучала информация про диджейство в проекте, небезызвестном, ныне более чем. Вот хотелось бы об этом пару слов. Ну, с 2000, не помню, 9-го, наверное, может быть, даже 8-го года, до недавнего времени, до полного живого состава группы 25-17, я был концертным диджеем этой группы. Мы ездили два MC там, один диджей, ну все дела там. Вот, и я там скрэчил, ездил с группой 25-17. Ну и до сих пор, если они меня приглашают куда-то выступать, то я с ними катаюсь. Какие ощущения вообще складывались от концертов, от участия в этом проекте? Ну, то есть, хотелось бы, просто в основном-то люди смотрят на проект как бы как зрители и прочее, хотелось бы вот изнутри услышать человека из «Чайной культуры», что ощущалось, когда ты был участником? Ну, ощущалось то, что мы сделали что-то свое, большое что-то, аутентичное, интересное, ну, круто. Постепенно это приобрело стихийные масштабы, было весело. Насколько я понимаю, сейчас даже есть некий фирменный чай. Чай 25-17, да. Но он на данный момент, вот к сегодняшнему дню, весь распродан. Может быть, нам удастся какую-то коллекционную еще часть уже, партию совсем по другой цене еще вырубить. А что это был за чай? Это был чай, ну, это был чай хороший, просто особо, я не знаю, скрывается, не скрывается, а лишь как скрывалось, что это чай. Мы рассказали же. Да, рассказали, да. Это чай завода Пувень, причем определенного года чай, который был спрессован и просто какое-то время пролежал на складе. Это, по-моему, как он назывался? Юнь Яй Хао. Юнь Яй Хао. Известный рецепт, он сейчас продается, сейчас у нас его нет на полке. Ну вот, но тот был, по-моему, то ли 2008, то ли 2007 года. Хороший чай, по-моему, было всего 1300 экземпляров и спрессовали и завернули прямо на заводе в их вот обертку, как обложки их последнего альбома. Но не будем же скрывать, что это такой был маркетинговый ход. Его же раскупили, наверное, не потому, что прямо все знали, «А, это пувынь, господи, конечно же, скорее бежим, бежим, покупаем». А, наверное, все-таки 2517 сыграло свою роль. Разумеется, сыграло 2517, тем более, что это все-таки мерч-продукция, да? Она продавалась в чайных магазинах, естественно, было напечатано ограниченное количество этих блинов. Но здесь же дело в чем? Не просто выпустили чай, а выпустили хороший чай. Это редкость-то большая. Под своей маркой сейчас кому не лень, что хотят, делают. А сами-то парни из 2517 как бы к этому отнеслись? Так они хорошо отнеслись. Они в курсе были и принимали участие в создании, собственно. Понятно. Теперь хотелось бы поговорить про общение с поставщиками, как вы их находите, как вы их выбираете и так далее. Банально, это чаще всего они нас находят, потому что среди чайных мы достаточно известны. Так, без ложной скромности, да, скажу, в Москве. В основном они нас находят. Ну, бывает обычные те же самые ресурсы, интернет. кто-то кого-то подсказал, посоветовал. Сейчас вот новый экспириенс, все начинают писать в контакт. Китайцы сами пишут в контакт, находят, присылают пробники. Вот, как раз сегодня получил три пробника. Будем пробовать. Может быть, хороший чай и найдем нового поставщика. А дальше как происходит общение? То есть, просто во всех сферах, ну, то есть, от футболок, девайсов и до чая складываются разные взаимоотношения с китайской стороной и не всегда как бы удачные. Если честно говорить, я сам работал в диджитал-сфере, как бы с китайцами это, конечно, было агония. Тоже рассказывал об этом. Вот у вас как бы у вас как-то все гладко или были все-таки какие-то проблемы? Ну, мы вообще покупаем чай здесь, в России, ну, у людей, которые работают с китайцами. Мы, то есть, этот сегмент, там, где все риски происходят, мы его отрубаем, да, но это не потому, что там мы так хотим, да, мы хотим работать с Китаем напрямую, просто у нас еще пока мы не созрели для этого. Как только созреем, поедем сами и все эти проблемы на собственной шкуре как бы почувствуем. Но пока это решают другие люди. Вот. Вы же понимаете, что вы теряете там долю прибыли? Долю теряем и идем осознанно на этот шаг, потому что, ну, в общем, нужны больше объемы, чтобы поехать самому в Китай, налаживать связи и так далее. Но мы к этому стремимся и когда-нибудь придем. вопрос такой, по каким критериям вы оцениваете чай? Первый критерий в нашем случае, я думаю, как и во всех остальных, это все-таки чайный опыт. Ты просто пил хороший чай, плохой, всякие разные. То есть, у чая понятно, что есть там тетестерская, да, сторона, в которой мы не блещем, разумеется. То есть, есть люди, профессионалы, с которыми лишний раз посоветуемся. Но мы можем спокойно, попив чай, точно сразу сказать, что это мы совсем не будем продавать, а насчет вот этого мы подумаем и посоветуемся. Критерии в самые, не знаю, зеленые сорта там, это свежесть, произрастание, место, экологичность сырья, качество. Если говорить про пуэр, естественно, это чаи известных марок, а если мы занимаемся прессовкой своего чая и еще чего-то, мы чай этот пьем, тестируем, проверяем, тысячу раз мучаем поставщика, где это все находится, чтобы он как можно больше нам рассказал об этом. Ну и все равно продукт в конечном итоге наша аудитория пьет, пьет, пьет чай, потом она приходит там, например, новый чай и мы смотрим первое время, недельку-две тестово, как вообще чаек заходит, спрашиваем, как вам чай и вот стремимся к тому, что каждый новый чай всегда у нас лучше заходит потребителю, чем был в предыдущий раз. Стараемся постоянно повышать качество. То есть у вас уже есть некая постоянная аудитория, которая ходит и вот им нужно, они уже таки подсели, им нужен какой-то новый чаек. Да, именно так. Да, ну есть такая часть аудитории, которые уже на системе плотно сидят и... Да, да, есть плотная системная часть у нас. Я же говорю, вам надо для маркетинга до ухода закладки уже начать делать и говорить, самые элитные сорта туда распихивать. У меня, кстати, была идея продавать в Даркнете за биткоины чай. Там есть тоже своя аудитория, у которых много биткоинов, но как бы не на что их потратить. Вот чай им предложить можно. Как экзотику. Понятно. Как, по идее, надо правильно пить чай? Я в свое время писал несколько статей про чай еще в середине нулевых и ходил по чайным... Ну, правда, я сам из Питера ходил в Петербурге. Ну, плюс у меня там бывшая у нее папа чайный магнат. Я не буду называть эту марку, она везде лежит. И она мне рассказывала, как она ездила по заводам Китая, открыла страшную тайну, оказывается, в Германии огромное количество заводов по переработке чая. Я этого не знал. Ну, тем не менее, вот вы, соответственно, ваши рекомендации по тому, как правильно пить чай? Ну, у нас на самом деле там здесь ничего нового нет. То есть, мы приверженцы китайской традиции чайной. То есть, вкуснее всего чай можно попить, конечно, в соответствии со всеми канонами. Правильно выбрать воду, правильно выбрать посуду, правильно выбрать чай. И в нужном соотношении хорошо, вдохновенно, внимательно заварить и попить. Но так как мы люди современные, мы очень часто чай пьем на бегу или в шумной компании или еще как-то. Для нас чай это альтернатива там, как застолью шумному встретиться с друзьями. Но если я пью чай там дома, один я могу его попить правильно, что называется правильно. Такое это все. Вот, например, вода. Что должно быть за вода? Где вы ее покупаете? В моем случае воду я стараюсь находить родниковую, причем где-нибудь пробовать воду из других мест и так далее. Ну, у меня попроще там, я в Подмосковье живу, у меня там есть места и компании, которые доставляют воду родниковую. То есть они в этот день ее буквально привозят и прямо эту воду забирают и привозят. То есть они реально из родника набирают? родниковая вода есть такая есть еще сеть ключ здоровья называется. Может быть вы видели в Подмосковье такие вот маленькие цилиндрические формы буквально прям с окошком там бабушка сидит и наливает такие вот палаточки и сверху на ней вот этот бак с водой и то есть машина вот этот ключ здоровья с утра развозит эту воду шланг подает вот из цистерны и люди в течение дня прям с бутылочками пластиковыми ходят и им наливают ее и она реально лучше. Ну я согласен. Значит дальше приготовление воды в чем вы ее кипятите или не кипятите то есть опять-таки ну я понимаю что ваша аудитория может быть прошаренная но не все в курсе например что зеленый чай нельзя например кипяченой водой заваривать. Ну да нельзя кипятком крутым считается что водичку помягче надо использовать вообще для любых светлых сортов чая кто-то говорил что пуэры даже любые зеленые черные нужно заваривать крутым кипятком но тут появилось недавно альтернативное мнение о том что все-таки нет он зеленый и шенчик особенно если он не старый лучше мягче заваривать водичкой не доводя там до кипения белый ключ все дела там шум ветра в соснах вот кто-то в стекле сразу кипятит на горелочке кто-то в обычном чайнике не вижу я препятствий никаких конечно понятно что меньше нужно с металлом контактов там и так далее но кто-то в чугунных разогревает есть есть масса то есть зависит от цели что мы хотим добиться если это как бы вода становится потяжелее когда она в металлической посуде и она лучше заваривает чай раскрывает какой-то наоборот требует легенького обращения у нас уже наметился чайный батл то есть кто-то значит мнение одних против мнения других дальше сам процесс заварки в смысле что сам процесс заварки но вы приготовили воду то есть нужно определить что мы делаем мы чай варим мы его там или завариваем его проливом то есть или настаиваем мы его что мы с ним делаем соответственно то есть когда мы чай варим что мы делаем когда мы чай варим мы подготавливаем некоторое количество чая то есть чай же обычно промывается то есть когда говорят либо первая заварка сливается когда мы варим чай мы заливаем его холодной водичкой и все время пока водичка кипятится в чайнике он в гайване или в каком-то сосуде чай постепенно лежит отмокает непосредственно перед тем, как его уже погрузить в воду перед варкой, сливается эта вода холодная и чаёк уже немножечко разбухший, промытый погружается варится недолго, не доводя так же до кипения до полного, чтобы он не бурлил вот, соответственно водичка остается живой считается, что вода перекипающая и мертвеет вот, такая история, что касается заваривания вот как мы сейчас пьём проливом это самая простая церемония пинча так называемая, без всяких то есть мы сюда закладываем чай, затем заливаем воду первый завод помыслили потом мы это выливаем специально у этого есть какое-то специальное название? да, это чахай, ну сливник грубо говоря здесь, ну, чаша справедливости ещё, по-моему, хунбэй, я не знаю, правильно название, на тайваньце называют, вот, то есть для того, чтобы чай равномерно всем в чашку попадал вот он, он и успевает и остыть немножечко, пока переливаешь сосуд в сосуд и по чашечкам разливается в равной консистенции потому что если я с чайника начну заливать кому-то слабый чай попадёт, а в конце человек чефир попьёт то есть вот так чук-чук-чук а тут сливнички есть да, чефир чефирнуть бы ништяк, как говорится, да вот, соответственно, вот это ну, и существует церемония гунг-фу-ча в чайных домах и так далее с чайными парами вкушаем аромат, вкушаем вкус все дела ну, здесь в этих условиях не хочется даже задумываться и начинать мы здесь с вами в магазине находимся вопрос такой вот эта вся чайная культура вы видите в этом какую-то идеологическую составляющую по вымещению там наркоты, алкоголя и так далее или это там прекрасно сочетается или вот как вы это для себя рассматриваете? если такой вопрос можно с разной стороны к нему подходить да, предлагаю подойти с разных сторон ну, у меня есть ряд знакомых, которые любят очень плотно очень плотно подуть с бонго там и попить, например, какого-нибудь чайка не сильно тяжёлого хотя уже какое имеет значение мне лично не особенно понятно вот, но тем не менее, да У нас есть очень много знакомых, которые пришли в чай из анонимных наркоманов То есть я всегда, в принципе, догадывался, что люди всегда пытаются одно заменить чем-то другим Поэтому, да, разумеется, им нельзя даже энергетики, по-моему, пить и так далее Ничего такого нельзя, но вот пуэр, пожалуйста, это же чай Соответственно, они просто варят его так, что там ложка стоит И у нас есть ряд знакомых, которым мы передаем привет, они знают, о ком речь И есть люди, которые не только на вишневом соке, там, всякую бормоту варят, но и на Red Bull'е варят пуэры и так далее На Red Bull? Тоже привет, вот Но мы не увлекаемся этой историей, потому что нас, слава богу, миловала судьба Мы не попадали в эту кабалу Поэтому мы просто чаем занимаемся, потому что нам действительно нравится чай Вот такая редкость Понятно, просто мне кажется, что, ну, это правильно было замечено, что всегда идет одно вымещение к другому И, в общем, чай это может быть таким продолжением Если мы говорим уже непосредственно про все-таки работу с аудиторией То есть, например, уже переходя на язык, там, не знаю, рекламы, маркетинга и прочее Если вы, там, в соцсетях или что-то, какой месседж вы пытаетесь заложить, вот свои, там, посты, не знаю, там, если вы рекламу какую-то, ну, же крутите какую-то рекламу, все равно же, да? Да, у нас основной посыл это то, что пить чай, вот, это не какое-то занудство, там, сидеть, там, переливать что-то, там, вот Это просто весело, классно, это в любой ситуации подходит Будь там с друзьями на работе, там, спортом ты занимаешься, еще что-то Везде чай может тебя сопровождать, и это классно, ну, как вот такой Вы, ну, то есть, вы сами готовите все рекламные материалы, или у вас есть специально обученные люди для этого? Ну, что-то сами иногда привлекаем людей способных В настоящий момент, насколько вы в плюсе? Ну, я не говорю, там, про какие-то конкретные цифры, но насколько вы сейчас себя уверенно чувствуете, или вы все-таки как-то там балансируете? Ну, мы балансируем, просто каждый из нас, кто работает в чайной касте, каждый чем-то еще занимается, вот, поэтому нам удается и держаться, и что-то на развитии Да, это был привет из Китая, просто там Да, ну, хотелось бы, конечно, и мы будем выходить в более прибыль Самые какие-то ситуации, которые бывали с вашими, там, клиентами постоянными, или потенциальными, или прочее, то есть, какие вообще люди задают вопросы, то есть, бывает ли такое, что вот человек пришел, что-то начинает вас спрашивать, и вы прямо реально вот просто в аут выпадаете от того, что он вас спрашивает? Сам пока из моих лично, самый крутой, это когда зашел ВДВшник и спросил, слышь, братуха, где здесь сауна? Бывают разные, приходили ко мне волхвы в каких-то волчьих шкурах, пришел человек, кинул зигу с порога, весь забитый коловратами, страшный, с бородой, сказал, что весь твой чай здесь это залупа, значит, надо пить русские травы Оставил мне этот пакет этой травы, и потом от нее эту шелуху, я не знал куда, кинул зигу и уехал на вокзал Вот, это какой-то, видимо, знакомец каких-то вот ультраправых, где-то каких-то ребят Ну, удивляться мы не перестаем, и у нас аудитория вообще, люди такие, с хорошей, такие, с чувством юмора, со смекалкой, вот с этим, вот всем Один парень, он меня спросил, а вот я в поход там, да, хожу, вот, ты мне, Илюха, скажи, вот, какие, может быть, виды чая можно смешать в котлеты, сварить, чтобы три дня не спать, рыбачить Ну, как бы, старичок, ну, такими рецептами, это вот, к анонимным туда, они тебе подскажут, там, вот, можно ли чай, я не знаю, вену колоть Ну, понятно, что разные были случаи, комичные всякие, любые, вот, те же самые артисты на концертах, там, это что, что ты мне даешь, что ты мне даешь в руки за лепеху, что это за плюха, что с этим делать, что, что, и что этим колятся, курят Вот, ну, вот такое Ладно, парни, какие перспективы вы видите вообще в чайной культуре, потому что, ну, скажу честно, еще раз, я жил в Москве в середине нулевых Этого ничего не было, да, ну, я опять-таки могу сказать, чтобы, если там люди в кепках и с татухами, мне бы сказать, что они там собираются вот так вот и спял чаи пьют Я бы, наверное, подумал, что, ну, это, наверное, какой-то дикий прикол, да, то есть, а вот, тем не менее, да, время идет, то есть, вот, как вы думаете, а вот и пройдет еще 10 лет Вот, что, ну, не по вашему, ну, точнее, по вашему мнению, то есть, может быть, что бы вам хотелось бы, как бы это вот все произошло в этой сфере Не знаю, мне кажется, что это дальше будет только развиваться, и это будет, ну, просто станет частью такой же обычной, как просто где-то кофе выпить Просто зайти выпить чаю хорошего, в чайной и так далее В нулевых чай-то здесь был, ну, то есть, люди серьезные, там, занимались, интересно, увлекались Сейчас это стало более всем доступно Вот, это была просто очень такая полуэлитарная история в нулевых Я тоже там ходил, мне там, белые лепестки, там, вот это все, а я еще там, я не помню, какой-то роман я прочитал про европейца, который, значит, еще в 19 веке там попал в глубь Китая Там же он был закрыт, Китай, на самом деле, до практически 20 века И вот я там всего это вот начитался, я со всем этим в голове ходил и так далее А сейчас это действительно уже потихонечку становится мейнстримом И, в принципе, мне кажется, это действительно неплохо, хотя, как вот выясняется, некоторые варят Чи-чи-чи-чивирчик Будьте любезны, на Родбуле, пожалуйста Вот так, в окошко, знаешь, как в Макдонадзе Свободная касса Давай на Родбуле, пожалуйста Вот да но его же варит но и прикольно всякими разными саган долей там в нашей культуре его по интересному уже придумали здесь у нас же тот свой чай есть кто-то с иван чаем смешивать тут еще с чем-то но это есть своя от своя рецептура вот есть люди которые там с кем-то еловыми там шишками варят еще с кем-то вещами миксуют и это все достаточно интересно подается там с мороженкой тренд на органические продукты идет вот я думаю что это должно помочь в том числе и чайной культуре эко экологический чай и не экологический чай его по каким-то не знаю вкусовым и прочим параметрами его реально отличить но потому что все-таки большинство людей никогда в китай не поедут да и будем говорить скоровенную до сих пор там 98 процентов людей покупают чаю в магазинах какой-нибудь вот и даже включая вашего покорного слугу хотя этом всю эту чайную историю прошел и так далее что значит экологический чай что значит не экологический чай ну вообще экологическим чаем принято называть чай который никак не обрабатывается не пестицидами ничем кто-то говорит что из-за того что высоко растет их не требуется я думаю что это ошибочное мнение но просто чай который растет в заповедниках или еще где-то то есть есть какие-то квоты там чтобы собирать она ограничены в партиях я думаю что конечно да его можно отличить на вкус разумеется вот и чаще всего какие-то там хорошие чайные фабрики они у них весь чай органический они вот его собирают и вот это вот у них кредо такое то есть вот мы вот такой чай подаем и ум я не знаю есть ли такой что у нас маркетит такой вряд ли будет то есть это нереально столько чая найти и всех обеспечить таким объемом думаю это все равно как-то немножко элитарно останется ну ладно спасибо вам хочу пожелать чтобы вы все-таки доехали до китая огребли там все что грозит огрести но тем не менее поимели еще ценный опыт и так сказать увеличили все-таки определенную часть вашей прибыли и так далее но вам дорогие друзья что могу порекомендовать петь пить чай интересуйтесь этим вопросом сейчас огромная количество информации и куча там роликов и и статьи это опять-таки не конец девяностых начало двухтысячных когда мне приходилось ходить и там просто реально интервью брать и выяснять вообще чё как нами это вот нельзя кипятить и как нельзя кипятить а вот так вот а ты где воду берешь из-под крана ты дурак что ли то есть вот как бы было время ну а вам парни спасибо всяческих вам успехов до рэп видите какое прогрессивное время уже может так сказать рэп до 20 лет назад за это можно было в жбан получить оставляйте ваши комментарии пишите вопросы если у вас есть какой-то персональный интерес предложение прочее пишите мне лично я все оставлю там в описании ссылки на соцсети электронный адрес сайт и бла-бла-бла спасибо увидимся пока